Продолжение следует... Продолжение следует... Еще через 3-4 минуты начнется отмирание клеток мозга, и вас уже будет не вернуть к жизни. Продолжение следует... Повторимое чудо Господнего творения жизни. Продолжение следует... Чудо дыхания. Продолжение следует... Биение сердца, движение мышц, деление клеток, мозговая деятельность. Без кислорода все это станет невозможным. Одного вдоха достаточно для поступления кислорода в организм. Кислород, поступивший со вздохом, очень быстро достигает легких. В легких его погрузят на особые транспортировщики, которые распределят кислород по всем уголкам тела. И этот вдох принесет новую жизнь 100 триллионам клеток, что составляют ваше тело. А теперь давайте поближе познакомимся с совершенным механизмом, что начал работать внутри вас, как только вы родились, и вам перерезали пуповину, и который будет работать на протяжении всего срока отпущенной вам земной жизни. Нос Изучение системы дыхания мы начнем с ее парадного входа – носа. Мы чаще ассоциируем нос с его свойством воспринимать запахи. Но у носа есть еще одна очень важная функция. Нос приводит вдыхаемый воздух в состояние, благоприятное для легких. Нос обладает уникальным строением с точки зрения аэродинамики. Он работает как совершенный кондиционер, оснащенный особыми биоактивными фильтрами. Извилистое строение носа заставляет вдыхаемый воздух совершить внутри целый круг обращения. Благодаря этому воздух прогревается, а при помощи слизистой оболочки носа еще и увлажняется. Волоски внутри носа исполняют функцию воздушного фильтра. Вся пыль, бактерии, пыльца растений и еще примерно 20 миллиардов инородных субстанций при попадании в нос сталкиваются с этими волосками. Но если вредные для вас вещества вдруг миновали этот заслон, то их останавливает вторая линия обороны — слизь. Слизь и слизистая оболочка. Верхние дыхательные пути и трахея покрыты гелиообразной липкой жидкостью, именуемой мукусом или слизью. Слизь ответственна за постоянное увлажнение дыхательных путей. В то же время она оберегает легкие от попадания в них инородных тел. Слизистая оболочка имеет верного помощника — реснички, расположенные в ней же. Реснички очень активны, и как только на них попадает какое-либо инородное тело, они начинают толкать слизь с налипшей на него грязью глотки. Как только инородное тело достигается слизью глотки, срабатывает глотательный рефлекс, и инородное тело заглатывается, попадая в желудок, где и уничтожается соляной кислотой желудка. Или же инородное тело, приблизившись к глотке, может вызвать кашель, и тогда оно выведется из глотки во время кашля. Оказывается, при сильном кашле скорость выталкивания инородного тела достигает 960 км в час. Этот удивительный факт показывает нам, насколько серьёзные меры безопасности предусмотрены в нашем организме для защиты дыхательной системы. Обратите внимание, реснички, расположенные на слизистой оболочке трахеи, толкают слизь вверх, в сторону носа, тогда как реснички в слизистой оболочке носа, наоборот, толкают слизь вниз, в сторону гортани. То есть и в трахеи, и в верхних дыхательных путях инородные тела толкаются в сторону глотки. Миллиарды ресничных клеток в обоих частях дыхательной системы словно бы знают, в каком месте расположена глотка, и в какую сторону им надо толкать слизь и налипшую на неё грязь. Удивительно, но ресничные клетки не имеют ни глаз, ни ушей, ни мозга. Но тогда откуда эти микроскопические, глухие и слепые клетки знают, где находится глотка? Миллиарды ресничных клеток действуют синхронно и двигают слизь всегда в верном направлении. Но кто же научил этому ресничные клетки? И кто объяснил им, в какую сторону надо двигаться из трахеи и в какую из носа? Ресничная клетка – это ведь живое существо. С момента вашего рождения всю вашу жизнь она исполняет единственную, но архиважную задачу. Без устали, без сна и отдыха, каждая клетка двигает слизистую оболочку в сторону глотки. Эту функцию установил им Творец, который создал человека в самом прекрасном облике и даровал идеальную гармонию всем системам организма. Эти удивительные клетки исполняют назначенную им функцию всю жизнь ради того, чтобы оберегать ваши легкие от попадания в них инородных тел. Под микроскопом ресничка выглядит, как ничем не примечательный волосок. Но на самом деле это чудо инженерного мастерства. Это микроскопическое тело обладает неповторимой сложностью строения, которая не объяснит никакой теории эволюции и случайным развитием жизни. Ресничка состоит из девяти различных белковых цепей, образующих цилиндрическую форму. Белки ДНИН и НЕКСИН являются главными внутриклеточными моторами. Так вот, ученые и по сей день не могут объяснить, какой такой сложнейший механизм приводит в действие реснички внутри слизистой с невероятной скоростью — 20 ударов в секунду. Каким эволюционным развитием можно объяснить это чудо строения ресничных клеток? Ведь эволюция подразумевает миллионы лет постепенного развития, но эта система может работать только тогда, когда все ее элементы появляются и работают одновременно. Она не может развиваться поэтапно в результате миллионов лет эволюции. И не будем забывать еще и то, что одни только реснички ни на что не годны. Они могут работать и защищать дыхательные пути человека только при наличии слизистой оболочки. Иначе в них нет никакого смысла. Строение слизистой оболочки также удивительно сложно. Слизистый слой довольно тонкий. На экране вы видите 30-сантиметровую линейку. Вот деление в один миллиметр. А теперь разделим миллиметр на 600. Одна шестисотая доля миллиметра. Эту величину сложно представить себе нашими человеческими измерениями. Так вот, оказывается, толщина слизистого слоя, защищающего ваше здоровье, составляет как раз одну шестисотую долю миллиметра. Причем даже такая толщина состоит из двух разных слоев. Нижний слой очень скользкий, что помогает ресничкам двигать слизь в строго определенную сторону. Тогда как верхний слой, отвечающий за безопасность, наоборот, очень липкий, благодаря чему он легко зацепляет и удерживает вредные инородные тела, попадающие в нос с дыханием. Эти два слоя никогда не перемешиваются друг с другом и не меняются местами. Для того, чтобы понять совершенство невидимой глазом системы, представим себе, что начнется в нашем организме, если эти слои поменяются местами. Если бы липкий слой оказался внизу, то реснички не могли бы двигаться и толкать слизь, потому что, прилипая, обездвиживались бы. А если бы скользкий слой был наверху, то тогда пыль, микробы, бактерии, грязь не прилипали бы к слизи, а прямиком попадали бы в легкие, что было бы чрезвычайно опасно для нас. И в том и в другом случае система стала бы абсолютно непригодной и привела бы к непрекращающимся болезням и неизбежной смерти человека. Сторонники Дарвиновской теории происхождения жизни утверждают, что эта система развелась в организме человека поэтапно, но ведь это абсолютно невозможно. Недостаток хотя бы одного элемента системы приведет к ее полному бездействию. А человек не смог бы прожить без этой системы и несколько дней, так что человечество полностью вымерло бы, так и не дождавшись эволюционного развития этой системы. И реснички, которые служат нам всю жизнь, днем и ночью, и неповторимо сложное строение слизистой, и удивительное аэродинамическое строение носа доказывают очень важную истину. Мы сотворены беспредельным могуществом и мудростью Творца. Каждый уголок, каждая клетка вашего организма неопровержимые тому доказательства. Аллах напоминает верующим в Коране. Мы сотворили вас. Ужель опять не веруете вы? Трахея На пути воздуха к легким нас встречает еще одно чудо господнего замысла — трахея. Трахея имеет форму трубки длиной от 9 до 11 сантиметров и состоит из 18-22 неполностью замкнутых крещевых колец. Хрящевая природа колец позволяет трахеи быть гибкой, но упругой. За счет этого она не опадает при выдохе. Ведь если бы трахея была из мягкой мышечной ткани, то она все время закупоривалась бы из-за излишней мягкости тканей. И тогда мы не смогли бы дышать и часто задыхались бы. Или же если она была из кости или иного твердого материала, то это значительно осложнило бы нам жизнь. Каждый вдох доставлял бы нам боль. Но хрящевое строение трахеи благоприятно для любых, даже самых резких движений и в то же время достаточно прочно для обеспечения постоянного открытого канала для дыхания. В верхней части трахеи расположен уникальный механизм, который спасает нашу жизнь всякий раз, как мы едим. Вы спросите, как это? Дело в том, что вдох в трахею и пищевод располагается в гортане в одном месте. При таком анатомическом расположении существует опасность, что во время еды кусочек пищи попадет случайно не в пищевод, а в трахею, что приведет к гибели человека от удушья. Но такого никогда не происходит. Вы можете одновременно и дышать, и есть, и разговаривать. А пища при этом не попадает ошибочно в трахею. Так что же это за механизм, что оберегает нас от неправильного попадания пищи и удушья? Непосредственно при входе в трахею сотворен особый клапан, именуемый нёбной завесой. В тот момент, когда мы глотаем пищу, этот клапан автоматически закрывает вход в трахею. За свою жизнь вы десятки тысячи раз принимали пищу и во время еды сотни тысяч раз совершали глотательные движения. Но каждый раз точно в нужный момент этот клапан закрывал вход в трахею. Вы, быть может, до сего момента не знали о существовании этого клапана, а ведь он каждый раз, по сути, спасает вам жизнь в тот миг, когда вы посылаете в рот очередной кусочек пищи или глоток воды. Теория эволюции оказывается в тупике хотя бы перед этим фактом, потому что этот жизненно важный клапан не мог развиться случайно и не мог появиться в процессе миллионов лет мнимой эволюции, потому что без него человек умрёт при первом же глотке пищи, и тогда эволюционировать уже будет некому. Это ещё одно фактическое доказательство божественного сотворения человека одномоментно, в самой совершенной форме. Лёгкие. Ткани организма в процессе жизнедеятельности каждый день вырабатывают углекислый газ. Кровь, обходя тысячу раз в день все клетки организма, в цикле кровообращения уносит с собой выработавшийся углекислый газ. Кровь, насыщенная углекислым газом, считается грязной. Для очищения крови необходимо, чтобы она вошла в контакт с воздухом. Тогда происходит удивительная химическая реакция. Молекулы кислорода в воздухе и молекулы углекислого газа в грязной крови меняются местами. Кислород заменяет углекислый газ в крови. В организме взрослого человека циркулирует примерно 5 литров крови. Для того, чтобы проветрить воздухом и насытить кислородом 5 литров грязной крови, её следует расстелить на площади в 100 квадратных метров. Эта поверхность равна примерно одному теннисному корту. Представьте себе, внутри вашей грудной клетки неповторимым инженерным замыслом творца находится поверхность, равная по площади теннисному корту. Это ваши лёгкие. Лёгкие состоят из сотен ветвей бронхов. На конце каждого бронха расположены альвеолы, размеры каждой из которых не превышают булавочные головки. В здоровых лёгких располагается примерно 300 миллионов альвеол. Если собрать все альвеолы вместе, то они как раз покроют площадь теннисного корта. Воздух, проходящий через бронхи, направляется в альвеолы. Внутренняя поверхность альвеол покрыта сетью кровеносных капилляров. Зона, в которой альвеолы и капилляры соприкасаются друг с другом, состоит из очень тонкой ткани, благодаря которой здесь и происходит обмен. Молекулы кислорода из воздуха попадают в кровь, а молекулы углекислого газа из крови переходят в воздух. Так грязная кровь очищается в альвеолах. Система очистки крови с каждым глотком воздуха построена внутри этого маленького пузырька альвеолы размером с булавочную головку. Уже ли не чудо божественного творения, что в нашей грудной клетке 300 миллионов пузырьков альвеол ежесекундно исполняют для нас ту операцию, без которой наша жизнь невозможна? Альвеолы расширяются всякий раз, как мы совершаем вдох и сжимаются, когда мы выдыхаем. Внутренняя поверхность альвеол покрыта альвеолярной жидкостью. Молекулы воды в составе этой жидкости образуют поверхностное натяжение. Поверхностное натяжение воды это сила, образующаяся в результате взаимного притяжения молекул воды. Так вот, поверхностное натяжение воды в альвеолярной жидкости, по идее, должно было притягивать к себе и стенки альвеол и крепко сжимать их изнутри. И тогда каждый раз, делая вдох, нам потребовалось бы много сил, чтобы вновь расправить в груди сжавшиеся альвеолы. К тому же каждый вдох причинял бы нам сильную боль. Но такого не происходит. Дышать нам так легко, что мы и забываем о дыхании. Но тогда в чём же секрет? Здесь исследователи столкнулись с ещё одним поразительным фактом строения человеческого организма. В каждой из 300 миллионов альвеол размещен один агент, обязанность которого служить человеку. Имя этого агента – клетка второго типа. Клетки второго типа вырабатывают уникальное вещество – сурфактант и распределяют его по всей внутренней поверхности альвеол. Сурфактант – это особое вещество, созданное для того, чтобы снизить силу поверхностного натяжения воды. Благодаря сурфактанту, находящемуся в альвеоле на границе воздух-жидкость, альвеолы не сжимаются изнутри. Давайте поразмышляем. Клетки второго типа не имеют ни мозга, ни глаз, ни ушей. Они не способны думать. Но откуда клетки знают, что поверхностное натяжение воды в альвеоле может полностью сокрушить альвеолу внутрь самой себя? На экране вы видите химическую формулу сурфактанта. Поразительно, но формула этого вещества разработана специально для того, чтобы ослабить силу поверхностного натяжения воды внутри альвеолы. Но кто научил клетки второго типа химической формуле сурфактанта? И почему они жертвуют свою жизнь только потому, чтобы производить этот сурфактант? Клетки второго типа существуют только в одном месте организма, в альвеолах. То есть единственно там, где необходимо производство сурфактанта. Ни в каком другом органе, ни в клетках сердца, ни в клетках пищевода таких клеток нет. Но кто поместил эти клетки в альвеолы и заставляет их работать всю жизнь с одной только целью? Число вопросов увеличивается по мере того, как мы изучаем строение альвеол. Потому что самоотверженно работают не только клетки второго типа, но и другие жизненно важные клетки. Ежесекундную службу ради нашей жизни здесь несут и макрофаги. Любые вирусы, миновавшие слизистую оболочку носа и трахеи, попадя они в альвеолы, создают серьезную опасность. Макрофаги же тотчас проглатывают эти инородные вирусы, тем самым защищая наше здоровье. Но кто же тот, кто повелевает макрофагам всю жизнь без отдыха стоять на страже нашего здоровья внутри альвеол? По мере изучения своего организма у нас возникнут тысячи подобных вопросов. Но все они имеют один ответ. И макрофаги, и клетки второго типа, и альвеолы, и бронхи, и легкие созданы в совершенной системе нашим Творцом. Всевышним Господом, Который сотворил ваше тело и вдохнул в него душу. По дому из аятов Корана Аллах повелевает человеку. Ужель не видит человек, что мы его из капли влаги сотворили? Увы, он перед нами предстает с открытой враждой, и приводит он притчи, забыв о том, кем сотворен, и говорит. Кто же оживит сгнившие и стлевшие кости? Отвечай. Оживит их тот, кто создал их в первый раз, ибо он сведущ в любом творении. Гемоглобин Мы рассмотрели, как в легочных альвеолах происходит процесс очищения грязной крови и насыщения ее чистым кислородом. Однако между альвеолами и остальными клетками организма, которым кислород жизненно необходим каждую секунду, лежит огромное расстояние. Вот у меня в руке тончайший хрустальный стакан. Представьте себе, что вам надо довести триллион таких стаканов в другой конец мира, ни один не повредив. Удивительно, как кислород транспортируется в организме из альвеол до самых отдаленных уголков тела. Перед нами еще одно чудо сотворения человека. Кислород, пришедший в альвеолы вместе с воздухом, как только смешивается с кровью, поступает в распоряжение особых клеток – эритроцитов. Их задача – бережно нести молекулы кислорода к каждой клетке организма. В структуре эритроцитов есть уникальный по структуре белок – гемоглобин. Внутри каждого эритроцита расположено примерно 250 миллионов белков гемоглобина. Гемоглобин – это чудо химии и физики, спроектированное для того, чтобы ловить поступающий в кровь кислород. В составе гемоглобина есть четыре молекулы железа. Они словно магниты захватывают и удерживают молекулы кислорода. Так кислород вместе с кровью начинает долгую дорогу по всему циклу кровообращения в организме. Когда кровь доходит до той клетки и ткани организма, которая в данный момент нуждается в кислороде, происходит удивительное. Магнитная сила молекул железа слабеет и тотчас молекулы кислорода отрываются от гемоглобина и эритроцита и переходят в клетку, которой кислород сейчас очень нужен. Углекислый газ, образовавшийся в клетках в процессе жизнедеятельности, также при помощи молекул железа захватывается гемоглобином и доставляется опять к легким через бронхи кальвеолам, где кровь опять очищается. Так завершается цикл кровообращения. Рассмотрим чуть ближе эту систему. Белковая молекула гемоглобина состоит из 564 аминокислот. В средней ее части расположены те самые 4 молекулы железа, что отвечают за удержание кислорода. Малейшее изменение порядка расположения аминокислот приведет к тому, что гемоглобин не сможет захватывать и транспортировать кислород. Трехмерное строение гемоглобина и порядок расположения аминокислот в нем словно бы специально спроектированы для того, чтобы переносить кислород. Но важна не только форма гемоглобина, а еще и четкая работа всех подсистем, работающих вместе с гемоглобином. Например, гемоглобин и кислород образуют между собой сильнейшую связь. Но как только кровь доносит эту пару до клетки, которая нуждается в кислороде, эта связь тотчас слабеет и кислород отделяется от гемоглобина. Каждая деталь в системе тончайше продумана. Если бы гемоглобин не удерживал бы так сильно кислород, то кислород не смог бы доноситься с кровью до нуждающихся в нем клеток, и клетки начали бы отмирать от недостатка кислорода. А если бы гемоглобин, наоборот, удерживал кислород сильнее, чем сейчас, тогда кислород не смог бы отсоединиться от гемоглобина и переходить в клетки, которые в нем нуждаются. И опять-таки клетки начали бы отмирать, потому что не получали бы кислород. Словом, малейшее изменение существующей системы приведет к смерти организма. Например, один из самых сильных ядов, цианистый калий, попадая в кровь, цепляется к молекуле гемоглобина и не дает ей выполнять свои функции, в результате чего человек умирает за несколько минут от гипоксии, недостатка кислорода в клетках организма. Теория эволюции Дарвина утверждает, что все живое на Земле появилось по случайно появившейся живой клетке за миллионы лет ее постепенной эволюции. Но даже примеры с дыханием и системой очистки крови кислородом достаточно, чтобы понять, наше дыхание и кровообращение может существовать только если вся эта система появится сразу и сразу начнет работать. Человек просто не выжил бы, если бы ждал миллионы лет, когда эта система так хорошо и случайно разовьется. Не будь этой системы сразу, как только появился первый человек, он умер бы всего через пару минут. Даже одной молекулы гемоглобина достаточно для того, чтобы опровергнуть теорию эволюции и увидеть совершенство божественного творения жизни. Аллах в Коране взывает к людям, которые не видят истины своего сотворения. И в вашем творении, и во всякой живности, что он рассеял по земле, есть знамения для тех, кто в вере тверд. Мозг И для того, чтобы дышать, мы не прикладываем никаких усилий. Нам не надо собирать волю в кулак, чтобы заставить себя дышать. Просто мы родились на свет и сразу же, как только нам перерезали поповину, начали дышать. Мозг является командным центром всей системы дыхания. Группа нервов в стволе мозга и в спинном мозге управляет системой дыхания. Нервы в спинном мозге каждые 2 секунды посылают мышцам, опоясывающим грудную клетку, команду «расширяться». По мере расширения в легкие попадает воздух. Потом, через 3 секунды, команда от спинного мозга прекращается, и мышцы грудной клетки расслабляются. Воздух, наполнивший легкие, по мере сжатия мышц, выталкивается наружу. Команда на совершении вдоха и выдоха от спинного мозга длится 5 секунд. 2 секунды на вдох. И 3 секунды для выдоха. Здоровый человек в спокойном состоянии делает 12 вдохов и выдохов в минуту. Но чем быстрее мы двигаемся, тем чаще становится наше дыхание. Как видите, дыхание мое сейчас участилось. Но даже сейчас не я решаю, с какой скоростью не дышать. Мышцы грудной клетки участили свои сокращения и заставляют меня дышать чаще. Я позанимался спортом, и сразу же клеткам и тканям организма потребовалось больше кислорода. Вывод очевиден, не в спокойном состоянии, не сейчас я не властен над своим дыханием. Мозг определяет за меня программу чистоты дыханий, я же лишь вынужден ей подчиняться. Дыхание человека находится вне его воли. Чем быстрее мы двигаемся, тем больше кислорода расходуют мышцы. Уровень кислорода в крови падает, а уровень углекислого газа растет. И тогда напрягающиеся мышечные клетки выделяют особую молочную кислоту. Размещенные в определенных участках организма человека рецепторы уровня кислорода, углекислого газа и молочной кислоты, почувствовав это изменение, немедленно посылают в дыхательный центр мозга сигнал тревоги. Мозг, услышав сигнал, тотчас посылает команду мышцам грудной клетки работать быстрее. Но организм принимает и другие меры. Например, сердце начинает биться чаще. Кожа раскрывает поры, чтобы уравновешивать теплоотдачу и выводить с потом через поры излишки воды, тем самым охлаждая организм. Как только нагрузка на мышцы уменьшается, все системы возвращаются в спокойное состояние. Теперь вы знаете, что все системы в нашем организме работают вне нашего контроля и воли, с одной лишь целью — служить нам и поддерживать в нас жизнь. Перед лицом этой истины человеку надлежит только лишь быть благодарным своему Творцу, который сотворил вас и оснастил ваш организм всем необходимым для здоровой жизни. И каждый раз благодарить Всевышнего за еще один день, отпущенный вам в этом мире, не будем забывать Господнее повеление в Коране. Он — Аллах, Творец, Создатель Совершенный, дарующий облик и форму. У Него самые прекрасные имена. Славит Его все, что в небесах и на земле. Он — Великий, Мудрый. Мы кратко осветили в фильме то, как устроена наша дыхательная система. Мы узнали, как происходит нагревание воздуха в носу, как оберегаются дыхательные пути, для чего в носу нужна слизь и слизистая оболочка. Узнали о строении трахеи и о клапане, благодаря которому мы не задыхаемся, когда едим. Вспомним о теннисном корте, который размещен у вас в грудной клетке в альвеолах, размером с булавочную головку. Об особых клетках внутри альвеол и эритроцитах, которые транспортируют кислород. Узнали о чудесном белке гемоглобине, о притяжении между молекулами кислорода и молекулами железа. О том, как углекислый газ выводится из организма. И самое главное, узнали о том, что дыхание человека контролируют особые нервные клетки мозга, тогда как человек никак не может вмешаться в процесс своего дыхания. Словом, и в этом фильме мы увидели великие чудеса нашего совершенного организма, которыми Аллах оснастил нас, и как же благодарны должны мы быть Аллаху за каждый вдох. За то время, пока вы смотрели фильм, вы сделали 200 вдохов и выдохов. Вы продолжите дышать и после завершения фильма. Будете дышать легко, даже не задумываясь о том, что дышите, до тех пор, пока Аллах, который даровал вам жизнь, не завершит ваше земное существование. И вот тогда, когда настанет миг конца земной жизни, вам предстоит ответить вашему Творцу. Достойно ли вы израсходовали вашу жизнь и те великие блага, которые Аллах дарил вам каждый миг? Давайте не будем забывать, что день этот приближается для любого, кто живет. И пока у вас есть еще время до последнего вдоха, расходуйте жизнь так, чтобы вы были достойны бесчисленных благ этой жизни и не забывали благодарить Аллаха и в дни радости, и в дни испытаний. О, люди! Поклоняйтесь вашему Господу, кто создал вас и тех, которые были до вас, чтобы обрели вы праведность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok